Всем привет! Вы смотрите канал о прическах и красоте волос Beauty Maker. Здоровые, красивые волосы – мечта многих. Но, к сожалению, иногда мы сталкиваемся с некоторыми проблемами. И одной из самых, пожалуй, страшных проблем, на мой взгляд, является выпадение волос. Выпадение волос, конечно же, бывает разным, и разные подходы к лечению существуют. Сегодня я хотела бы рассказать вам об одном средстве от компании LifeCode, которая способна взрастить на вашей голове пышную шевелюру. Но есть свои подводные камни. И обо всем этом сегодня мы с вами поговорим. Итак, те, кто сталкивался с проблемой выпадения волос, по-серьезному, вплоть до походов к трихологу, это такие проблемы, как андрогенная аллопеция, реактивное выпадение волос, постковидное выпадение волос. Очень многие уже сейчас всерьез занимаются этими вопросами и обращаются к врачам. Так, собственно, я и рекомендую делать. О таком препарате, который зарекомендовал себя уже и у нас, и за рубежом, и уже на протяжении более 30 лет, по-моему, этим средством пользуются. Это, можно сказать, золотой стандарт в лечении аллопеции. Это миноксидил. Если мы введем в поиске YouTube миноксидил, то просто куча роликов нам выдаст обрадоватых таких солидных мужчин, которые все отращивают, отращивают свою пышную густую бороду. Да, действительно, это средство работает как и на лице у мужчин, чтобы отрастить бороду, и на голове у мужчин и у женщин. И это лекарственный препарат, который прописывают врачи. Специально очень важна здесь дозировка. Женщинам прописывают одну дозировку поменьше, мужчинам побольше. Но тут столько просто подводных камней, о которых я вам расскажу. И я не просто так заговорила об этом средстве. Оно вот сейчас является таким самым, можно сказать, действенным. Но и имеет свои побочные эффекты. Также очень действенным в борьбе с поредением волос являются пептиды. Различные пептидные комплексы в составе средств. И они, на мой взгляд, являются достаточно безопасными хотя бы для вашего здоровья. Герои нашего видео – это два продукта от компании LifeCode. Мы уже с вами знакомы с этим брендом. Я показывала вам рей-эликсир для волос 5 в 1. Вот этот вот. Я его очень нахваливала, потому что вот этот вот продукт вообще у меня вопросов не вызывает. У него шикарнейший состав и очень здорово он действует. Особенно сейчас зимой, когда нужно убрать вот эту излишнюю пушистость, электризацию. Единственный минус – не надо близко к корням наносить, иначе легко испачкать волосы. Сегодня у меня два героя таких. Шампунь против нападения волос и сыворотка для роста волос. Шампунь, как и вся линейка средств для волос LifeCode, имеет такой лаконичный дизайн. У него тут красивое оформление в виде каких-то волн, струн. У меня ассоциируется с волосами, с локонами. И этот шампунь против выпадения и для роста волос. Также вот эта сывороточка. Вот она. Я ее сейчас вам покажу. Она в такой баночке из темного стекла. Конечно же, имеет пипеточку. И мы видим такое слегка желтоватое прозрачное средство внутри. Что же представляет из себя? Начнем, пожалуй, с самого важного. Вот с этой сыворотки. Как я уже упоминала, средством, которое является таким наиболее эффективным, в борьбе с элопецией, является миноксидил. Но у него есть побочные эффекты. Эта сыворотка содержит не миноксидил, а капирол. Капирол – это, так сказать, новое поколение миноксидила. Это немного другая химическая формула, которая имеет меньший молекулярный объем. И, как утверждает производитель, она лишена вот этих всех побочных эффектов, которые присущи миноксидилу, и не имеет синдрома отмены, которым грешит миноксидил. Прежде всего, ко мне в руки попало клиническое исследование, настоящее научное работа, которое проводил врач-трихолог. В этом исследовании была собрана фокус-группа из мужчин и женщин разных возрастов, салапеции, которые раньше не применяли миноксидил. И также вообще очень подробно рассказано и о миноксидиле, и чем отличается от него этот капирол, и чем он лучше, и доказывается эффективность капирола. Так вот, в результате этого исследования, появляются выводы, что этот капирол действует так же эффективно, а в некоторых случаях даже лучше, чем миноксидил, и он не имеет таких жестких побочных эффектов, и не имеет синдрома отмены. Ну, во-первых, тогда, раз уж мы об этом заговорили, я расскажу, чем же пугает многих этот самый миноксидил. Он достаточно сложен в использовании, в том плане, что если вы уж пришли к тому, что решили подсесть на миноксидил, а это именно подсесть, потому что вы должны будете использовать его регулярно, допускать нельзя, нельзя взять там недельку отдохнуть, как некоторые думают, чтобы там голова отдохнула, так делать нельзя, это чревато таким проблемами, что может резко просто выпасть огромное количество волос. Миноксидил действует, ну, примерно на 60% пациентов, а есть также вот где-то 40, ну, половина примерно счастливчиков, так скажем, на которых миноксидил не действует почему-то. И вот очень печально, что вы можете там месяца 3-4 втирать это средство, где-то страдать от побочек, и в итоге не получить результат, оказаться в этом проценте людей, на которых он не действует. Вообще миноксидил, изначально это был лекарственный препарат, его применяли от гипертонической болезни, и заметили, что он дает такой результат, как увеличивается рост волос. Ну и как-то стали на эту тему размышлять, проводить различные исследования, и решили придумать такую форму, которая, ну, естественно, не перорально, а наносить непосредственно на проблему на кожу головы. Они соединили его, по-моему, с глицерином, ну, с чем-то таким, и со спиртом. И вот эту смесь, растворчик назначают врачи, и вот регулярно-регулярно надо его втирать, и реально будут расти волосы. Но растут они, пока вы его втираете. Если вы резко перестанете это делать, то, скорее всего, у вас просто выпадут все те волосы, что отросли на миноксидиле, это точно, и, возможно, даже те, которые бы у вас, ну, и не выпали. То есть вообще прям повальное, может быть, выпадение волос, это очень жесткая такая побочка. Прежде чем на такой препарат сесть, я думаю, надо вот уж натерпеться горе с этой проблемой, и, можно сказать, как вот от безвыходности, что ли, ну, прибегнуть к такому варианту. Одно дело, когда вы там бороду отращиваете, то, ну, выросло, не выросло, да, а когда вы на голове это делаете, и вдруг рискуете потерять то, чем вы до этого обладали, то это уже как-то проблематично. И поскольку этот лекарственный препарат, он уже и тогда, как и многие препараты, имел свои побочные эффекты, и при втирании его в кожу головы, он все равно продолжал всасываться в кровь, как и при пероральном применении, и оказывал те же самые побочные эффекты. А побочек у него много разных, например, учащение сердечного ритма, головные боли, ну, и многое-многое другое. Нужно очень здраво взвесить все за и против. Если, конечно, у вас такая прям безвыходная ситуация, и настолько вам это омрачает жизнь, что вы просто жить не можете, конечно, да, можно пойти к врачу и поговорить с ним об этом, и, возможно, в вашем случае, ну, это ваш вариант. И, кстати, может, у вас не будет побочек. Это, наверное, не всегда и не у всех, но вполне вероятно. Если мы будем доверять вот этому исследованию, то, по крайней мере, побочных эффектов, таких ярко выраженных, как отменоксидила, от этого капирола не будет. Это уже плюс. Потом также говорится, что нет синдрома отмены. Ну, вот я прочитала это исследование. Может, я что-то упустила, но для меня вопрос не раскрылся до конца. Там было сказано, что синдрома отмены нет. Эффективность средства была очень четко доказана прямо на исследованиях, на анкетировании. Все подтверждено. А вот синдром отмены, как-то я не заметила, подтвержден или нет. Было бы, например, логично собрать этих людей после того, как они закончили этот курс, через какое-то время, и уже тогда их еще дополнительно просить, чтобы узнать, попадали у них волосы или нет после отмены препарата. Ну, кстати говоря, грамотно с врачом можно слезть из миноксидила, но надо очень аккуратно там как-то убавлять. В общем, врачи знают точно эту схему. И вот, собственно, если вы уж задумывались о миноксидиле, но сомневались, хотя бы в плане побочек, если у вас такая серьезная уже проблема, то я вполне могу вам посоветовать обратить внимание на вот эти вот продукты от LifeCode. Например, сыворотка для роста волос, она вот содержит копирол 5%. Вообще, даже тот же миноксидил используется в двух формах, в 2% растворе и в 5% растворе. И также и копирол. 5% это максимальная такая дозировка. И что интересно, в сыворотке LifeCode, кроме этого копирола, она содержит активные пептиды. Важная аминокислота увеличивает объем и длину фоллику, что способствует укреплению фиксации волоса. И также различные растительные экстракты, входящие в состав средства, они успокаивают кожу, увлажняют ее и укрепляют волосы. Гидролизованный кератин увлажняет волосы, утолщает волосяное стержень и оказывает мягкое кондиционирующее воздействие. Необходимое количество сыворотки при помощи пипетки по всей коже головы или в зоне проредения волос по проборам равномерно распределяя подушечками пальцев, легкими, похлопывающими, вбивающими движениями. Не рекомендуется массировать и втирать в кожу головы. Не смывайте сыворотку в течение 4 часов. Идут применять ежедневно в течение 3-4 месяцев в сочетании с шампунем против выпадения волос и для роста волоса в лайфкот. Вот с этим. И вот никаких у нас тут предосторожностей в плане, что потом будет, не сказано. В общем, состав в целом достаточно, ну, работающий. Я думаю, действительно, у большинства тех, кто попробует эту сыворотку, заколосятся, косы просто вырастут шикарные. Но, мне кажется, все-таки придется, наверное, подсесть на такое регулярное применение. Но если ситуация у вас действительно уже безвыходная, то уж чем кидаться на миноксидил, можно попробовать сначала что-то в этом роде. И шампунь очень интересный. Он тоже содержит миноксидил, но уже в меньшем проценте. Я думаю, вот эта парочка, она прям вместе очень эффективно будет работать, окажет свой результат. Вообще сейчас очень важная и животрепещущая тема, особенно когда в нашу жизнь уже прочно вошел ковид-19, и даже такой термин появился, как ковидное, постковидное выпадение волос. Даже у тех, кто переболел бессимптомно, через какое-то время происходит выпадение волос. У кого-то большего, у кого-то меньшего количества, по-разному, но это очень частый симптом. Во-первых, после многих болезней, сопровождающихся повышением температуры тела, особенно которая длится несколько дней, выпадают волосы. А также при тяжелых случаях ковида, когда принимать пациент вынужден некоторые препараты по лечению этого заболевания, у этих многих препаратов побочным эффектом как раз является выпадение волос. И в общем все эти факторы в совокупности дают нам вот ту самую лапецию постковидную, которую так часто сейчас мы тоже можем наблюдать. Но все же придерживаюсь мнения, что постковидное выпадение волос, как и выпадение волос после стрессовых ситуаций, как и выпадение волос резкое после того, когда женщина была, внашивала ребенка и родила. Все это обратимые процессы. И необходимо лишь набраться терпения и подождать, пока организм запустит все эти механизмы вновь и волосы сами начнут расти. И можно, конечно, их стимулировать какими-то безопасными способами, такими как вот пептиды или кофеин и какие-то различные стимуляторы роста волос, но прибегать к таким веществам, к таким препаратам, как миноксидил и прочие его производные можно только под руководством врача. И в таких ситуациях, я думаю, это уже, наверное, лишнее. Вообще, вся суть этого процесса очень для нас ясна. Когда организм болеет, испытывает стресс, какие-то вот негативные для себя ситуации, он бросает все силы в этот очаг вот этой болезни, чтобы ее скорее победить, подавить. И все питание, и все нацеленное на эту задачу. И, соответственно, волосам уже не доходят те питания и как бы как бы снабжение там не в достаточной мере и прочее. Из-за этого мы видим выпадение волос. Когда у человека пропадает вот этот негативный стрессовый фактор или болезнь проходит, у него вновь запускаются эти процессы и он вновь считает, что ага, у нас все хорошо, значит, мы снова можем удобрять почву наших волос и выращивать красивые локоны. Так что здесь просто советую вам набраться терпения. К тому же сейчас, между прочим, очень много красивых париков делается. Вот посмотрите вот эти ролики с прическами. Я сделала в парике и многие думают, что это на самом деле не парик, а мои волосы. А на мои волосы почему-то часто думают, что у меня это парик. Вот такой вот казус. Парики сейчас даже в пределах тысячи рублей на Алиэкспресс можно заказать. Они не блестят, они матовые, выглядят просто как настоящие волосы, особенно если имеют какую-нибудь челку, как, например, вот эта. Такая челка-шторка, которая сейчас очень модная. Мне очень хотелось такую челку, но я не рискнула ее выстригать. И парик, конечно же, помог мне попробовать и немножко утолить жажду челки. Если вы так же хотите, то это тоже для вас такой вариант. Нужно какое-то время поносить парик, но в нем достаточно жарко, особенно летом. Мне кажется, в любом парике это, конечно, дискомфортно, но красота требует жертв. Уж лучше носить парик, чем втирать миноксидил, по-моему. Напишите в комментариях, как вы вообще относитесь ко всей вот этой проблеме выпадения. Сталкивались ли вы с ней? Или вы сейчас, может быть, находитесь в процессе борьбы с выпадением волос? Что вы принимаете? Какие препараты? Когда-нибудь пробовали ли вы миноксидил, или его производные? Считаете ли вы эти средства опасными? Или считаете ли вы их очень эффективными? Или какие у вас, в общем, впечатления? Мне бы очень хотелось знать ваше мнение об этой теме. Из безопасных методов отрастить шикарные косы могу посоветовать вам также регулярный самомассаж кожи головы. Это очень эффективно. Каждый день, а то и несколько раз в день массировать кожу головы вы заметите результат. Просто обязательно надо делать это на регулярной основе. Также очень важно достаточно очищать кожу головы. Поветую вам периодически использовать пилинг для кожи головы или скраб. Можно где-то через два мытья хотя бы использовать. Это будет очищать вашу кожу головы от омертвевших клеток, что будет помогать новым волоскам легко пробиваться без всяких препятствий. Так что помогайте своей коже головы, заботитесь о ней, и все у вас будет здорово. Что еще? Из витаминок, конечно, кто-то поощряет очень пить витаминные комплексы. Конечно, правильно будет сказать, что все полезные вещества вы должны получать из разнообразного питания. Но иногда хочется подкормить, как бы ускорить этот процесс роста волос. И какой-нибудь хороший комплекс для здоровья волос, ногтей, кожи от какого-нибудь проверенного нормального бренда в принципе простимулирует вам, ускорит рост волос. На себе я постоянно замечаю, когда пропью курс, у меня так, ну, сантиметрика два быстрее отрастает, заметно становится. Мне нравятся комплексы Nature Bounty, Salgar. Они, конечно, дорогие, но мне кажется, они наиболее безопасны, по крайней мере. Пожалуй, это все советы и рекомендации, которые я хотела бы вам дать по этому вопросу. Если вы что-то знаете, какие-то советики по ускорению роста волос, безопасные, для здоровья, пожалуйста, поделитесь ими. Я думаю, все мы будем только благодарны. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал Beauty Maker, если вы еще этого не сделали. Делитесь этим видео с друзьями, пусть они тоже узнают об этих средствах, и, возможно, они им помогут избавиться от выпадения волос. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.